Добрый день! Зеркальный кубик или Mirror Box является самым популярным шип-модом обычного кубика Рубика. И многие новички именно с него начинают свое изучение неофициальных головоломок. По сути, это обычный кубик 3х3, у него та же самая крестовина, но все наклейки имеют один цвет. Кстати, зеркальный кубик может быть выполнен как в золотом цвете, серебряном, так и вовсе может быть без наклеек, но выполнен из цветного пластика. При перемешивании Mirror Box меняет свою форму, и этим пугает многих начинающих куберов. На деле же нет ничего страшного, собирается он как обычный кубик 3х3, просто ориентироваться нужно не на цвета, а на форму элементов. Если вы включили это видео, но ни разу сами не пробовали собирать Mirror Box, то настоятельно рекомендую разобраться в нем самостоятельно. У большинства людей это получается. И так будет вам гораздо интереснее познать новую головоломку, которая достаточно простая. Если же все-таки возникают какие-то трудности, то в этом видео я расскажу, как собрать Mirror Box. Если вы еще здесь, то я попрошу вас в первую очередь убедиться в том, что у вас в руках именно Mirror Box, поскольку есть вот такая вот модификация, которая называется Mirror S. Отличается тем, что в ней есть симметричные элементы. И вот этот уголок, он полностью кубический. А в Mirror Box все измерения разные. А вот этот головоломка Mirror S собирается чуть-чуть по-другому. И для нее будет отдельное видео. Обычный Mirror Box состоит, как и кубик 3х3, из трех слоев. Но они имеют разную толщину. Самый тонкий слой, средний по толщине и самый широкий слой. По аналогии с обычным кубиком 3х3, здесь есть центры, имеющие одну наклейку, либо один цвет. Есть ребра, которые имеют две наклейки, но все равно один цвет. И углы, которые имеют три наклейки, и все равно один цвет. В обычном кубике 3х3 угол имеет три цвета, и ребро два. А центр также один цвет. Сборку обычно начинают либо с самого тонкого слоя, либо с самого широкого. Подробно я расскажу, как собирается Mirror Blocks, начиная с широкого слоя. В конце будет два примера. Один с широкого, другой с тонкого. Для лучшего понимания я буду все дублировать на обычном кубике 3х3. Первым делом мы на кубике 3х3 всегда собирали крест. Начнем здесь с белого цвета. И так как мы умеем, собираем крест. И при необходимости делаем его правильным. При помощи пиф-пафа. Если вы не умеете собирать кубик Рубика 3х3, то пока не стоит осваивать зеркальный куб. Сначала лучше изучить кубик Рубика, потом уже переходить на его модификации. На моем канале есть соответствующее видео по обучению. Ссылка будет в описании. В зеркальном кубике, прежде чем собрать крест, нужно определиться, с какой стороны мы будем собирать. Как я уже говорил, подробно я буду объяснять сборку именно начиная с широкого слоя. Для этого нам нужно найти самый длинный центр. Визуально его можно опознать по тому признаку, что он должен находиться выше остальных элементов. Например, видим, вот этот центр выше всех остальных. Значит, это самый высокий центр. Посмотрим сюда. То есть, вот этот центр ниже элементов. Этот центр вообще низко. Этот с этим одинаково, но ниже вот этого. Этот ниже вот этого. А этот центр самый высокий. И именно с него мы будем начинать сборку. Поскольку центр самый высокий, рядом с ним должны быть самые высокие ребра. Напомню, ребра должны иметь две наклейки. Ну, в данном случае серебряного цвета. Находим одно такое ребро. И простым способом подводим его к центру. Ищем остальные. Ну, к примеру, я вижу вот длинный элемент, который вроде бы стоит рядом с центром, но по форме не совпадает. В данном случае это аналогично вот этому белосинему ребру. Стоит рядом с центром, но повернут другой стороной. Чтобы эту ситуацию исправить, нужно просто белое ребро развернуть. Таким образом, чтобы белым цветом оно совпадало с центром. Здесь в качестве белого цвета выступает вот эта грань. Не эта длинная, а та, которая поменьше размером. Переводим как бы на второй слой и поднимаем к центру. Вот у нас уже три ребра стоят на своих местах. Ищем четвертый. Находим его вот здесь вот снизу. Подводим под свободное место. И двойным оборотом поднимаем вверх. Проверяем, что все ребра совпадают по высоте с центром. Теперь нужно сделать крест правильным. Мы видим, это ребро совпадает с боковым центром по высоте. Значит, все хорошо. Это ребро не совпадает. Это тоже не совпадает. И это тоже не совпадает. В кубике 3х3 мы находили два ребра, которые совпадают по цвету со своим центром. К примеру, вот зеленые. Это нет, это нет, это нет. Вращаем еще одно, второе. Располагали перед собой и слева. И делали пиф-паф. Сделав пиф-паф, мы расставляли ребра по своим местам и выполняли дополнительный ход. И крест становился правильным. Здесь нам ничто не мешает сделать то же самое. Это ребро. Неправильное. Это неправильное. Это правильное. Это нет. Вращаем. Неправильное. 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 Вращаем еще. Не совпадает. Не совпадает. Вот это ребро совпадает по высоте. На ощупь можно это понять. Это нет. Только одно. Надо два. Еще вращаем. Вот это ребро совпало. И вот это ребро совпало Эти два нет Располагаем правильные ребра к себе и налево И делаем пиф-паф После пиф-пафа делаем дополнительный ход, чтобы починить крест И получаем правильный крест Конечно, для сборки креста можно использовать и другие методы Здесь все это допустимо Любые методы, которые вам известны, здесь можно применять К примеру, видим вот центр самый длинный Расположим его сразу снизу Рядом с ним уже стоит ребро Мы его сразу подведем так, чтобы оно стояло правильно возле своего центра Вот оно Находим, к примеру, вот еще ребро Отводим его наверх Сохраняя положение первого ребра И сверху подводим к центру, с которым оно будет совпадать И опускаем вниз Тем самым мы уже имеем два ребра, которые стоят правильно Вот это и вот это Находим еще одно ребро Также отправляем сначала наверх Подводим к своему центру И опускаем вниз И уже три ребра Ищем четвертое Вот оно Отправляем наверх Но оно уже само становится над своим центром И опускаем вниз И этот и любые другие способы здесь допустимы После сборки креста на обычном кубике рубика мы собирали углы Для этого мы располагали белый крест снизу Находили уголок, который имеет белый цвет Цвет центра, с которого мы начали Располагали над своим местом Ориентируясь на цвета зеленый и оранжевый, к примеру, как здесь И в зависимости от расположения белого цвета Делали один пиф-паф, три пиф-пафа, пять пиф-пафов Либо один обратный пиф-паф Если белый цвет смотрел вправо, достаточно одного пиф-пафа Если белый цвет направлен вверх То мы делаем три пиф-пафа Либо другой алгоритм, который вам известен Если белый цвет направлен на нас То нужно сделать один обратный пиф-паф Либо пять обычных Опять же не забываем о том, что нужно сопоставлять цвета И если уголок стоит уже на своем месте, но не той стороной Либо сверху углы закончились, но первый слой еще не собран Этот уголок можно отсюда достать при помощи одного пиф-пафа И потом в зависимости от его положения В данном случае белый смотрит направо Сделать один пиф-паф, либо другое количество И так у нас первый слой собирался На Миррорблоксе мы ориентируемся на форму Если мы начали с самого широкого слоя То мы сверху должны искать углы самые крупные То есть те, которые имеют длину, как вот это вот ребра креста Вот, к примеру, такой уголок Одно из преимуществ того, чтобы начинать с широкого слоя Это крупные элементы сразу расставляются по своим местам И потом не мешают при сборке Вот мы нашли один уголок Где же его место? Ну, очевидно, это вот это самое большое место Подводим сюда Вот эти длинные наклейки Это боковые Вот эта меньше наклейка Это как бы белая наклейка, с которой мы начали Соответственно, это белый цвет, как на обычном кубике Рубика И нужно сделать один пиф-паф, поскольку он направлен вправо Но если это трудно определять, можно просто делать пиф-пафы до тех пор, пока уголок не встанет на место В данном случае хватило одного пиф-пафа и угол на месте Находим еще один крупный угол, который по длине совпадает с усами креста Опять же, вот эта небольшая наклейка, которая будет аналогом белого цвета направлена вправо Достаточно будет одного пиф-пафа Осталось только определить, над каким местом расположить этот уголок Видим, что здесь место достаточно большое И этот уголок будет маловат Вращаем на другое место какое-нибудь К примеру, здесь Ну, это более-менее подходит Попробуем Если мы сделаем что-то не так Мы можем опять вытащить И поставить другое место Здесь все хорошо Находим следующий уголок И он у нас почему-то оказался внизу Сверху больше крупных уголков нет Все остались какие-то маленькие Он внизу Значит, сначала нужно его достать Сделать пиф-паф И опять же, определить Это место ему подходит? Подходит Меньше наклейка направлена вправо Значит, достаточно одного пиф-пафа Для полноты картины покажу еще, как ставить уголки И используя не один пиф-паф, а больше К примеру, вот этот уголок Он у нас Меньше наклейка направлена вверх Что говорит о том, что здесь потребуется Три пиф-пафа Располагаем над своим местом Видим, что по форме Больше ему подойдет вот это место Здесь будет многовато ему И делаем три пиф-пафа Он становится на место И еще один пример Когда у нас уголок в таком положении Располагаем его над своим местом И видим, что меньшая наклейка смотрит на нас В этом случае необходимо сделать Либо пять обычных пиф-пафов Либо один обратный И все Первый слой собран На кубике Рубика мы собирали второй слой Следующим образом Находили на верхней грани Ребра, которые не имеют желтого цвета Поскольку мы начинали с белого Не все желтые ребра, очевидно, должны быть на верхней грани А значит, на среднем слое Должны быть ребра без желтого цвета К примеру, оранжево-зеленые Располагали над своим центром В данном случае над оранжевым Так, чтобы эти цвета совпадали И смотрели, где у нас центр того же цвета Что и другой цвет этого ребра Зеленый Справа нет Слева Если зеленый цвет располагается слева То, по сути, ребро нужно поставить именно вот на это место Делаем следующий алгоритм Отводим ребро в сторону Поднимаем то место, куда должно встать ребро Возвращаем ребро, возвращаем место Получаем пару Отводим ее в сторону Передней гранью поднимаем то место, куда должна встать эта пара Задвигаем пару И опускаем И вот у нас и угол, и ребро на месте Если же ребро необходимо поставить было в правую сторону То есть центр второго цвета ребра находился справа В данном случае, вот место ребра Мы делали зеркальный алгоритм Отводили влево ребро Поднимали место Возвращали Опускали Отводили пару в сторону Поднимали место передней гранью Вставляли пару Опускали В случае, если наверху ребра, не имеющие желтого цвета, заканчивались А второй слой все равно не собран Мы могли любое ребро с верхнего слоя поставить на место неправильно стоящего ребра И потом Нужное нам ребро поднималось наверх И мы его могли вновь поставить на свое место В зеркальном кубике мы будем поступать подобным же образом Единственное отличие, что опять же мы ориентируемся на форму Если элементы с белым цветом как бы имели самую большую толщину То элементы с желтым цветом должны быть самыми тонкими В данном случае мы ищем на верхнем слое ребра, которые не вот такие вот плоские Плоские ребра это как будто желтые К примеру, вот это ребро Оно выше, чем центр А значит оно не желтое Располагаем это ребро над своим центром Чтобы убедиться, что это его центр Просто проверяем совпадение по форме То есть ни ребро, ни центр не должны выступать В данном случае все хорошо Дальше мы должны определиться Куда вот это ребро должно встать Сюда или сюда Мы видим, что ребро небольшого размера И здесь его места будет многовато Поэтому скорее всего ребро должно встать здесь Чтобы убедиться, можно так вот наклонить ребро И проверить совпадение по высоте с центрами Все совпадает Значит возвращаем на место И при помощи того же алгоритма Мы с кубика 3х3 Переставляем это ребро вот сюда Отводим вправо Поднимаем место Возвращаем ребро Возвращаем место Вот получается пара Отводим ее в сторону Поднимаем переднюю грань Вставляем пару Возвращаем И вот у нас и угол, и ребро на месте Продолжаем Находим вот еще крупное ребро Совмещаем со своим центром Вот он Смотрим Где бы ему лучше находиться Либо здесь Либо здесь Здесь Вроде бы места много Проверим Пускаем Но видим, что центр Слегка выступает Значит мы не угадали Здесь место чуть поменьше Ну Иногда Так будет казаться Не совсем понятно Из-за того, что стоят уже какие-то элементы На этом месте То есть здесь был маленький элемент И казалось Мест много Здесь крупный элемент Кажется, что места совсем мало Но всегда можно проверить Опускаем Совпадает по размеру Значит все хорошо Это ребро Тоже нужно ставить В левую сторону Отводим Поднимаем Возвращаем Возвращаем Отводим пару в сторонку Поднимаем переднюю грань Вставляем пару Опускаем Готово Ищем дальше Видим вот Ребро Правый слот уже занят Поэтому очевидно Это ребро нужно поставить налево В котором, кстати, стоит Ребро из соседнего слота Повторяем тот же самый алгоритм То есть здесь вот Если проверить Да Это его место Отводим Поднимаем Возвращаем Возвращаем Получили пару Отводим в сторону И ставим на место И остается у нас Одно ребро Которое Нужно установить Вот оно получается Здесь И его тоже Опять нужно поставить налево Ну налево Мы уже поставили Три ребра Поэтому сейчас Немножко поменяю Чтобы было поинтересней Вот я немного Перевернул ребро И теперь Его место Получается Справа То есть если мы опустим Да Вот Центры И ребро Совпадают Для того Чтобы поставить Вправо Ребро Сделаем Зеркальный алгоритм Отводим влево Поднимаем Возвращаем Возвращаем Получаем Вот такую Здоровую пару Отводим В сторону Поднимаем Передний слой Вставляем Пару И опускаем Если у нас На верхнем слое Больше нет Ребер Которые Выше Чем Центр А второй Слой Все еще Не собран Мы можем На место Вот этого Ребра Поставить Любое Сверху Так же Как в кубике 3х3 Видим Что это Ребро Стоит На своем Месте Но не Той стороной Поставим Вот это Ребро Сюда Выполним Типовой Алгоритм И наше Ребро Поднялось Вверх Совместим Опять С центром И установим Уже На свое Законное Место Нужной Стороной Также Эту ситуацию Можно было Решить При помощи Алгоритмов F2L Но это Для тех Кто Владеет Этим Способом Специально Для них Покажу Пример Сборки Первых Двух Слоев Именно Методом F2L Тем Кому Это Неинтересно Можете Просто Пропустить И перейти К следующему Этапу Мирорбокс Собирает На официальных Чемпионатах По спидкобингу В качестве Неофициальной Дисциплины Собирает На скорость Поэтому F2L Здесь Актуален Вот Небольшие Моменты Из этого Метода У нас Собран крест Собран Правильно Находим Два Элемента Удобно Находить Сначала Самые Крупные Видим Что По высоте Они Одинаковые Это говорит о том Что это Одноцветная Пара Как вот эта Синя-красная На обычном Кубике 3х3 Чтобы Решить Отпускали Угол Подводили Туда Ребро Поднимали И вот эту Пару Устанавливали На место Здесь Ничего не Меняется Высота Одинаковая Опускаем Угол Подводим К углу Ребро Поднимаем Вот Получилась Пара Эту Пару Устанавливаем Свой Слот Ну вот Он Самый Большой Здесь Ставим Если Пара Уже Готовая Ее Сразу Видно Ее Можно Сразу Ставить Свой Свод Вот Она Чуть Поменьше И чуть Поменьше Свод Ну вот Этот Если У нас Элементы Одной Пары Которые Мы Узнали Имеют Разную Высоту То есть Вот Ребро Ниже Чем Угол Но При Таком Движении Они Совмещаются В пару То Это Типичная Трехходовка Как Вот Эта Синя Оранжевая На Кубике Три На Три Решается В Три Хода И Соответственно Здесь Мы Располагаем Углу Над Своим Слотом И Делаем Эти Три Хода Если Ситуация Аналогичная Углу И Ребро Разной Высоты Но В Один Ход Они Не Совмещаются То Мы Приводим Эту Ситуацию К Трехходовке Опускаем Угол Подводим Ребро И Получаем Трехходовку Располагаем Углу Над Своим Слотом И Выполняем Ну Типичная Типичная Пара Когда Белый Цвет Направлен Вверх Мы Располагаем Ребро Над Своим Центром Отклоняем Ребро В сторону Противоположную Той Которую Она Хочет Занять Ему Хочется Сюда Мы Отклоняем В обратную Сторон Подводим Туда Уголок Возвращаем Уже Пара И Пару Ставим На место То же Самое Здесь Вот Вертикально Стоящий Угол Он Аналогичен Белым Цвету Смотрящему Вверх Вот Ребро Которое Желает Поместиться Вот Сюда Мы Его Отклоняем В обратную Сторону Подгоняем Туда Уголок Получаем Пару И Пару Ставим На место При помощи Эфтуэл Собирать Мерфлокс Гораздо Быстрее Если Вы Не Владеете Этим Методом То Рекомендую Освоить Далее В кубике 3х3 Мы Должны Были Сделать Желтый Крест У нас Возникало Три Ситуации Первая Это Палка Которую Нужно Было Расположить Горизонтально Сделать Комбинацию Front И Впав Front Штрих Вторая Ситуация Это Галка Ее Нужно Было Располагать Одним Усом Влево Другим Назад И Можно Решить При помощи Комбинации Front Два Пиф-пафа Фронт Штрих Или При том же Расположении Front Обратный Пиф-паф Фронт Штрих Все равно Получается Крест И Точка Которую Неважно Как брать Можно было Сделать Сначала Комбинацию Для Палки Получалась Галка Располагаем Ее Как Нужно Делаем Галку Тоже Получается Крест На зеркальном Кубике Это выглядит Следующим Образом Вот Три Плоских Элемента В ряд Это Палка Чтобы Сделать Из нее Крест Делаем Front И Пиф-паф Front Штрих И Вот Получился Крест Галка Выглядит Вот Так Три Плоских Элемента Один Ус Располагаем Налево Другой Назад И Делаем Фронт И Либо Два Пиф-пафа Либо Один Обратный Я Сделаю Один Обратный И Получается Крест И Точка Где Одинокие Плоские Элементы Коружен Высок Стоящими Другими Ребрами Здесь Мы Сначала Сделаем Алгоритм Для Палки Front Пиф-паф Front Штрих У нас Получится Галка Располагаем Ее Усами Влево И Назад Делаем Логаритм Для Галки Я Сделал Обратный Пиф-паф Сейчас И Вот Получается Крест После Сборки Креста В обычном Кубике Рубика Мы Опрокидывали Желтую Грань Налево Обращали Внимание Вот На Этот Элемент Левый Задний Верхний Угл Если Желтый Цвет Был Направлен Вверх Нужно Было Сделать Четыре Пиф-пафа Уголок Разворачивался Здесь Все Перемешиваюсь Но Это Сейчас Не Страшно Левой Гранью Подворачивали Следующий Уголок Который Неправильно Развернут Если Желтый Цвет Направлен Назад Делаем Два Пиф-пафа Эта Часть Собиралась И Желтая Грань Тоже Собиралась На Зеркальном Кубике Никаких Отличий Вот Мы Видим Здесь Два Угла Развернут Правильно А Вот Эти Два Нет Желтая Грань У нас Вот Здесь Прокидываем Ее Налево Желтый Цвет Это Как Бы Вот Это Более Широкая Сторона Направлена Вверх Значит Два Пиф-пафа Три Пиф-пафа Четыре Пиф-пафа Видим Уголок Развернулся Подворачиваем Следующий Вот Это Более Широкая Сторона Направлена Назад Значит Делаем Два Пиф-пафа И Все Уголки Развернулись Если Требуется Развернуть Больше Количества Уголков То Просто Продолжаем Делать Пиф-паф До тех Пор Пока Все Не Развернутся В Нужное Положение Дальше На кубике Три На три Мы Расставляли Ребра Находили Два Ребра Которые Совпадают Со Своими Центрами Располагали Слева И Сзади И Выполняли Алгоритм И Все Ребра Вставали На свои места В случае Если Правильные Ребра Находились Напротив Мы Либо Два Выполняли Предыдущий Алгоритм Либо Делали Алгоритм Под Названием ТПР То же Самое Мы Делаем И В Миров Боксе Находим Два Ребра Которые Совпадают Своими Центрами Располагаем Слева И Сзади И Выполняем Тот же Самый Алгоритм И Ребра Становятся По своим местам Если бы Правильные Ребра Располагались Напротив Мы бы Сделали Этот Алгоритм Дважды Либо Выполнили ТПР Для того Чтобы Расставить Углы Мы Прокидывали Желтой Гранью На себя И находили Угол Который Стоит На своем Месте К примеру Вот этот Желто-синий Красный Располагали Его Спереди Сверху Желтая Грань К себе И Выполняли Такой Алгоритм И Кубик Собирался Если Не Собирался То Алгоритм Повторяли Дважды Если Изначально Не Было Ни Одного Угла Стоящего На своем Месте То Мы Выполняли Алгоритм Из Любого Положения Расположив Желтую Грань К себе Осматривали Кубик И Такой Уголок Появлялся После Чего Мы Делали Алгоритм Еще Раз Сейчас Кубик Собрался Но Возможно Такое Что Придется Делать Алгоритм И Третий Раз В Зеркальном Кубике Все То же Самое Помним Что Желтая Грань Находится Вот Здесь Там Где Самый Тонкий Слой Прокидываем На Себя Ищем Уголок Который Стоит Правильно Вот Его Здесь Сразу Видно И Выполняем Алгоритм С первого Раза Мероблокс Не Собрался Поэтому Повторяем Собрано Собрано Очевидно Что Если Вы Знаете Алгоритмы Олл И Плл То Их Можно Здесь Спокойно Использовать Пример Если Вы Видите На этапе Олл Рыбку А Это Сразу Видно Рыбка Неправильные Элементы Можно Сразу Сделать Ее Или Если На этапе Пл Вы Увидели Знакомую Вам Лямбду То Нет Смысла Сначала Расставлять Ребра Потом Углы Можно Сразу Выполнить Этот Алгоритм Соответственно Это Удобно Тем Кто Этими Алгоритмами Владеет На самом деле Если Присмотреться То Мероблокс Собран Не До Конца Наклейки Данной Модели Имеют Вот такую Небольшую Штриховку Которая Имеет Своё Направление Мы Видим Что Вот Здесь Направление Горизонтальное А у Этого Центра Направление Вертикальное Здесь Наоборот У всех Элементов Направление Вертикальное А здесь Горизонтальное Если Мы Возьмем Мероблок Который Только что Из коробки У него Все эти Направления Совпадают И При Желании Для Полноты Сборки Можно Развернуть Эти Центры Но В этом Видео Я останавливаться На этом Не буду Поскольку Новые Модели Уже Не имеют Такой Особенности К примеру Вот этот Желтый Мероблокс У него Все Однотонное Одноцветное Никакой Штриховки Нет Если Если Кому Интересно Можете Над Этим Тоже Призадуматься Как и Обещал Два Примера Сборки Первый Будет У нас Самого Широкого Слоя Находим Самый Длинный Центр По всей Видимости Вот это Он Рядом С ним Уже Стоит Одно Ребро Находим Остальные Видим Вот это Подошло Вот это Видим Подходит И ищем Еще Одно Четвертое Вот оно Ставим На свободное Место Все Получилось Так Вот это Ребро Стоит Правильно Остальные Нет Повернем Одно Правильно Второе Правильно Делаем Пиф-паф И Доворот Правильный Крест Здесь Наверное Буду Собирать При помощи F2L Вижу Два Вот этих Крупных Элемента Это Угол Это Ребро По Вертикальному Положению Угла Понимаю Что Вот это Как бы Белый Цвет Направлен Вверх Разъединяю Эту Пару Размещаю Ребро Над Своим Центром Не он Вот он И Видно Что Это Ребро Должно Находиться Здесь Поэтому Отвожу В другую Сторону Подвожу Угол Поднимаю Вот Вот На Пара Доводим В сторону Вставляем Первая Пара Есть Вот Здесь Уголок Сам Стоит На Своем Месте К Нему Можно Поискать Ребро Вот Оно Попробую Его Поставить Все Получается Идем Дальше Вот у нас Угол Вот ребро Имеет Одинаковую Высоту Создаем Пару И Ставим На свое Место Здесь Опять Уголок Стоит На Месте Находим К нему Ребро И Обычным Алгоритмом Из Метода Для Начинающих Устанавливаем Сверху Мы Видим Палку Сделаем Front Пиф-паф Фланг Штрих Не Получаем Крест Но Можно Сделать Пиф-паф Но Я Сделаю Видимо Рыбку Левую Вот У нас Оилл Собрался Ну И Сделаем В два Этапа Наверное Пилл Ищем Два Правильных Ребра Вот Они Нашлись Выполняем Алгоритм Видим Видим Что у нас Ни одного Угла На месте Нет Выполним Базовый Алгоритм Располагаем Вот этой Гранью К себе Она является Аналогом Желтой Так Ищем Вот Угол Нашелся Выполняем Алгоритм Еще раз Все Собрано Ну Еще один Пример Сборки Самого Тонкого Слоя Видимо Что это Не является Самым Низким Центром Этот Тоже Не является Этот Выше Какого-то А вот Он Наверное Самый Низкий Все Ниже Всех Элементов Которые Располагаются Рядом С ним Ну Давайте К нему Самые Вот Такие Крохотные Ребра Будем Подгонять Одно Второе Видим Вот здесь Вот Еще Одно Так Их уже Три И Ищем Четвертое Вот Он Здесь Вот Так Вот У нас Крест Здесь Ребро Правильно Стоит Здесь Нет Здесь Правильно Делаем Правильный Крест И Восстанавливаем Вот Получилось Крест Правильный Переворачиваем Здесь Давайте Послойно Соберем Один Уголок Стоит На месте Ищем К нему Остальные Вот Тонкий Уголок Вот Тонкий Давайте С них Начнем Вот Этот Самый Крохотный Где Где Ему Быть Ну Видимо Вот Здесь Вот Это Широкая Грань По всей Видимости У нас Является Аналогом Белой Поэтому Сделаем Обратный Пиф-паф А Видим Что Все Верно Ищем Дальше Вот У нас Как бы Белый Цвет Направлен Вверх Тут Места Мало А тут Самый Раз Можно Сделать Три Пиф-пафа Так Уголок На месте И мы Видим Что Четвертый Угол Он Стоит На месте Но Не той Стороной При Помощи Одного Пиф-пафа Его Извлекаем Понимаем Что Придется Сделать Еще Три Так Первый слой Готов Возможно Кому-то Больше Понравится Именно С тонкого Слоя Начинать Но я Предпочитаю С более Широкого Поскольку Такого Нагромождения Элементов Не остается Но Преимущество Начинать С тонкого Слоя В том Что удобнее Делать Алгоритмы На верхнем Слое Маленькие Элементы Неудобно Вращать Собираем Второй Свой Находим Не самые Крупные Элементы Сверху Ну Видим Что Вот это Ребро Оно Вровень Стоит С центром Значит Оно По всей Видимости Желтое Возьмем К примеру Вот такое Так Проверим Вот у нас Своим Центром Совпало Дойдет ли Она Куда Нибудь К этому Центру Не Подходит К этому Центру Подходит Значит Это Ребро Нужно Установить Слева Отводим Вправо Делаем Пару Ставим Так Первая Пара Готова Ищем Дальше Вот у нас Ребро Которое Не вписывается В общую картину Размещаем Вот над этим Центром И смотрим Куда ему Лучше Сюда Видимо Нет А сюда В самый раз Отводим Поднимаем Возвращаем Возвращаем Получаем Пару И ставим Пару На место Ищем Дальше Вот это Ребро Мне кажется Хорошо Встанет Куда-нибудь Нет Не сюда Где-то Здесь Совпадает Поскольку Справа Занято Очевидно Что Ставить Опять Придется Налево Здесь Все Совпадает Отводим Поднимаем Возвращаем Возвращаем Пара Ставим На место Не остается Одно Ребро Которое По всей видимости На своем месте Стоит Надо Надо Извлечь И поставить Другой Стороной Поставлю На его место Другое Ребро Вот это Крупное И Хоть одно Ребро Мы поставим Направо Вот это Ребро Пойдет Сюда Так Первые Два Слоя Собраны Сверху Мы видим Галку Все остальные Элементы Реберные Они ниже Поэтому Делаем Front Обратный Пиф-паф Front Штрих Получили Крест В данном случае Мы сделаем По методу Для начинающих Это у нас Восьмерка Развернем Вот так Вот это Как бы Желтый цвет Делаем Четыре Пиф-пафа Уголок Разворачивается Вращением Левой грани Подводим Следующий Делаем Еще два Так Ну и вот Первые два Слоя Восстановились Осталось Переставить Элементы Верхнего Слоя Смотрим А у нас Ребра Собрались Сами Поэтому Осталось Переставить Только Углы В данном Случае Я применю Алгоритм Обратный Тому Который Был показан Метод Для начинающих Чтобы Сделать Перестановку Углов За один Раз И Все Собирается Можно было Использовать Стандартный Алгоритм Дважды Небольшое Дополнение Для тех Кто Планирует Тренировать Меррорблокс И Участвовать В этой Дисциплине На соревнованиях Для того Чтобы Скрамблить То есть Перемешивать Эту Головоломку Необходимо Взять Вот этот Крупный Блок Перед Собой Спереди Сверху А вот Этот Самый Тоненький Блок Должен быть Спереди Снизу Легко Перепутать Мы можем Взять Вот этот Самый Большой Блок Спереди Сверху Но Снизу Блок Потолще А самый Тоненький Будет Сзади Вот это Положение Неправильное Нужно Развернуть Вот так Чтобы Вот этот Слой Был Тонче Чем Вот этот Задний И Из этого Положения Уже Скрамблить Это Возможно Приходится Если Вы будете Скрамблером На Официальных Чемпионатах А на этом Все Тренируйтесь И Все У вас Получится Всем Спасибо Всем Пока Субтитры Субтитры